Индекс S&P 500 прорвался ниже уровня поддержки канала, который длится уже более года. Но при этом он все еще находится выше 200-дневной средней скользящей. Именно поэтому ситуация на рынке вызывает большие сомнения. Но мало кто заметил, что это была необычная коррекция. Кривая доходности в США значительно выросла за последние несколько недель в результате ослабления экономических данных. Такой крутой рост кривой доходности, подобный тому, что мы наблюдаем сейчас, как правило, обычно наблюдается в период экономического спада. То есть в рецессии, которые здесь обозначены серыми прямоугольниками. И когда мы видим падение рынка на фоне роста кривой доходности, это обычно означает, что финансовые рынки предвидят рецессию. И именно это мы и наблюдали в последнюю пару месяцев. Фондовый рынок упал примерно на 10%, криптовалютный рынок упал. И все это на фоне крутого роста кривой доходности. Это именно тот предупреждающий сигнал, который может превратить трейдера фондового рынка в медведей. А это означает, что фондовый рынок может пережить гораздо большую коррекцию, чем мы видели недавно. Вплоть на 40-50%. Основная причина этого – невероятная перекупленность, которую мы имеем сегодня. И ее мы видим на этом индикаторе. Он называется коэффициент Шиллер-Пи. И он все еще гораздо, гораздо выше 30. Даже в 1929 году, вот здесь, он был ниже. Вот это средний диапазон, в котором обычно находятся котировки фондового рынка США последние 150 лет. И, как правило, именно во время вот этих рецессий, которые здесь обозначены серыми прямоугольниками, происходило падение рыночной стоимости. Таким образом, экономический спад в США может привести к 40-50% падению фондового рынка, что ставит S&P 500 буквально-таки на грань крупного медвежьего рынка. Поэтому, учитывая недавнее падение S&P 500 и крутизну роста кривой доходности, сейчас самое время ожидать гораздо большей просадки на фондовом рынке. И в этом случае мы получим отличные возможности для долларового усреднения всех наших позиций, в том числе и по биткоину, и по криптовалюте. Ведь именно во время кризиса и краха делается основа для построения финансовой независимости в будущем. И есть пара более долгосрочных графиков, которые говорят нам, что такого сценария может и не быть. Первый из них это индекс волатильности ВИКС, который сильно вырос за последние несколько торговых сессий, как ты видишь на вот этом графике. Вот этот скачок. Все скачки ВИКС выше 30 пунктов, а мы видим, что он прыгал даже до 62 пунктов, обычно совпадали со значительными низами рынка. А в некоторых случаях после этого мы видели большие отскоки цен. Вплоть до 20%. Например, вот здесь у нас был скачок ВИКС, и мы видим, что это было дно рынка. Вот здесь у нас был скачок ВИКС, и это было дно рынка. Вот здесь у нас были скачки ВИКС, и здесь было дно рынка. Например, в 2001 году после коллапса доткомов индекс ВИКС сильно взлетел, что привело к взлету рынка на 20%. Но затем падение продолжилось. Почему? Причина заключается в том, что Центральный банк, Федеральная резервная система США, не любит, когда на рынке такая огромная волатильность. И именно поэтому, когда ВИКС взлетает до таких уровней, ФРС обычно реагирует на это. И довольно часто они экстренно снижают процентные ставки в ответ на рост волатильности рынка. И на этом графике ты можешь видеть практически все всплески волатильности рынка. Они здесь обозначены синим фиолетовым цветом, который мы наблюдали за последние 25 лет. И они, как ни странно, совпадали с периодами, когда ФРС США начинало снижать процентные ставки. Это вот эти бордовые моменты. Взлет индекса волатильности приводит к экстренному снижению ставки. Взлет индекса волатильности снова экстренное снижение. Взлет – экстренное снижение. Так что волатильность рынка до таких тревожных уровней, как сегодня, посмотри какой взлет, может привести к экстренному снижению ставки. На данный момент процентная ставка выше 5% вот на этом уровне. Поэтому у них есть куда снижать эту ставку, чтобы стабилизировать финансовые рынки. И именно такое развитие событий может обеспечить облегчение для фондового рынка сегодня. Вот такой сценарий – экстренное снижение ставки из-за взлета волатильности приводит к облегчению рынка. Мы уже видели подобное, например, вот здесь в 2020-м – экстренное снижение ставки на фоне роста волатильности. И здесь мы видели такую же ситуацию – огромный рост волатильности и экстренное снижение ставки. Ну а теперь самый главный вопрос – насколько это облегчение действительно возможно сегодня. Если мы вернемся к июлю 2007 года, то увидим, что здесь произошла значительная коррекция. Вот она. Да, на глобальном графике кажется, что она небольшая, но на самом деле это было падение с 1600 пунктов где-то до 1400. Что для фондового рынка значительное падение. После этого падения ФРС США решила начать снижать процентные ставки, что заставило рынок обрадоваться. И мы увидели краткосрочные ралли на 20%. Но оно быстро закончилось, потому что экономика США в конечном итоге перешла в стадию экономического спада и рецессию. Что привело к колоссальному обвалу фондового рынка на 50%. Если сегодня произойдет тот же сценарий, то экстренное снижение процентных ставок принесет лишь небольшое облегчение рынку. Который в конечном итоге все равно продолжит двигаться обратно вниз. Это может выглядеть примерно так. Но позволь мне показать тебе другой возможный сценарий в 1998. Фондовый рынок упал почти на 20% вот здесь. При этом индекс волатильности подскочил примерно до тех же уровней, на которых он находится сегодня. После чего ФРС США решила вмешаться и снизить процентные ставки, чтобы стабилизировать рынок. И ты можешь увидеть, что им это удалось. Если этот сценарий произойдет сегодня, то может оказаться, что вмешательство ФРС США для стабилизации рынка приведет к масштабному росту. А всплеск волатильности, который мы наблюдали в последнее время, остывая, послужит топливом для возвращения рынка к историческим максимумам. Проще говоря, экстренное снижение ставки на фоне падения индекса волатильности вот здесь может привести к достижению рынком новых исторических пиков. Часто бывает так, что когда индекс волатильности ВИКС опускается до новых минимумов, происходит самый мощный ралли на фондовом рынке. Я обозначил два таких момента красным падение индекса волатильности, зеленым рост рынка. И это также является особенностью коррекции, которую мы наблюдаем сегодня. Сегодня мы видим, что индекс волатильности масштабно взлетает. При этом, даже несмотря на недавнюю коррекцию S&P 500, цена индекса все еще находится над основными уровнями поддержки. 200-дневной скользящей, 150-дневной скользящей и так далее. То есть индекс волатильности растет в то время, как S&P 500 все еще находится в очень сильном восходящем тренде. И это первый случай, когда индекс волатильности поднялся выше 40, в то время как S&P 500 все еще находится выше своей 200-дневной средней скользящей. Кроме того, индекс волатильности сегодня находится на самом высоком уровне со времен пандемии. Таким образом, мы имеем необычную ситуацию, когда мы видим огромную волатильность на рынке, который все еще выглядит как довольно сильный восходящий тренд. И который, в случае остывания волатильности, я обозначил эту возможность красным, будет продолжать расти, имея большой запас топлива. Так какой же сценарий нас ожидает? Вот этот, когда после падения мы увидим экстренное снижение ставок, небольшое облегчение и масштабный коллапс рынка. Или вот этот, когда после коррекции мы увидим экстренное снижение ставки и достижение рынком новых исторических пиков. К сожалению, у нас нет хрустального шара на этом канале, но я могу выразить несколько интересных соображений. Какой из этих двух сценариев будет реализован? Вот этот или вот этот? В конечном итоге зависит только от того, когда именно начнется рецессия в США и как быстро она будет развиваться. Если она будет развиваться быстро и ФРС США на фоне этой рецессии проведет экстренное снижение ставки, то мы увидим лишь временное облегчение рынка прежде, чем перейдем в коррекцию на 40-50%. Если же развитие рецессии окажется на несколько месяцев позже, например, через полгода, то вмешательство ФРС США может привести к тому, что рынок снова поднимется к новым историческим пикам прежде, чем перейдет в медвежий рынок. Если рецессия наступает немедленно, происходит первый сценарий. Если с отставанием в несколько месяцев, то второй. Судя по этому графику крутизны роста кривой доходности вот здесь, похоже, что рецессия может наступить очень быстро. И в этом случае любой рост фондового рынка, скорее всего, будет ограниченным облегчением тем, что называют отскоком дохлой кошки. Но сейчас мы находимся в том положении, когда кривая доходности может и не пробить эту линию сопротивления сходу, а показать сначала отскок вниз. Это будет означать охлаждение ожидания рецессии и то, что она наступит позже. Именно это произошло, например, в конце 2023 года, вот здесь, сразу после того, как ФРС США заговорила о снижении ставки. Это также произошло в начале 2023 года, сразу после того, как ФРС вмешалась, чтобы спасти региональный банковский сектор от краха в марте 2023. И оба этих момента знаменуют собой значительные минимумы цен на рынках, после которых мы видели значительный рост, в том числе и S&P 500. А все потому, что ожидания рецессии остыли из-за вот этого движения волатильности вниз, вот здесь и вот здесь. Таким образом, если ФРС сегодня экстренно снизит ставки, а кривая доходности пойдет вниз, достигнув своего пика вот здесь прямо сейчас, то, возможно, нас будет ожидать большое-большое ралли, как в 2023 году. Иными словами, нам все равно нужно внимательно смотреть на рецессию и все, что с ней связано. Например, рынок труда, на котором мы недавно получили неутешительные данные по количеству рабочих мест и безработице. Именно поэтому все испугались и начали говорить о рецессии. Но вот этот график может подсказать, что в ближайшем будущем ситуация может улучшиться. А значит, следующий отчет может быть гораздо позитивнее, как и о количестве добавленных рабочих мест, так и о росте или падении безработицы. И если он будет позитивнее, значит, ожидания рецессии могут остыть. Показав вот такое движение на индексе волатильности. Этот график показывает, что рекордные полтора миллиона работников не были на работе или работали неполный рабочий день из-за плохой погоды. Такое случалось всего несколько раз за последние пять лет. И определенно это повлияло на недавние показатели безработицы, которые оказались хуже прогноза. Как раз таки из-за этих полутора миллионов работников. Так что если мы увидим сочетание вмешательства ФРС США, чтобы стабилизировать финансовые рынки, улучшение погоды, и если рынок поймет, что рецессия не обязательно неминуема, то мы увидим рост до новых исторических вершин. Ну а пока что на рынке мы видим буквально учебную ситуацию. То, что называется taper tantrum. Это ситуация, когда рынок требует от ФРС США экстренно снизить процентную ставку. В противном случае ослабление рынка продолжится до тех пор, пока ФРС США не предпримет реальные шаги для стабилизации финансовых рынков. Как повлияет экстренное снижение ставки на рынок, мы уже обсудили. И лично для меня оба сценария приемлемы. Рост рынка, значит мы заработаем. Падение рынка, значит мы купим еще больше. На этом все, меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok